Друзья, всем привет! Сегодня будет видео из серии, что купил. Давненько не было у меня таких видосов, просто скопилось сейчас определенное количество токарных принадлежностей, которые купил для своего станочка. Ну и решил с вами поделиться. Думаю, тем, кто следит за токарной темой, будет интересно. Ну, самое главное, это новый токарный патрон от Аксминстера. Я думаю, что многие знают эту компанию, кто занимается токаркой, да и не только. Это английская профессиональная компания, и вот на первый взгляд может показаться, что в этой коробочке лежат дорогие швейцарские часы. Ну, не обязательно швейцарские, в принципе, что-то такое серьезное. Вот так все дело выглядит. Это патрон Клубман, и у них всего есть два типа патронов, фактически доступные в России. Это Эволюшен знаменитый и Клубман. Клубман, собственно, это патрончик немножко попроще. Он сделан именно вот под зубчатый ключ, по типу наших свердильных станков, свердильных патронов. Ну и вот, собственно, сам патрон. Вот такое вот произведение искусства. Это уже 100-мм патрон, вполне себе взрослый. Мне, конечно, в последнее время стало категорически не хватать моего маленького патрончика. Он у меня всего лишь 20,5 дюйма был, и часто заготовки ослаблялись. Я об этом говорил в процессе работы. Особенно, когда работаешь без люнета, происходят какие-то биения на заготовке, удары. Конечно, ее ослабляет, особенно когда это все в разжим происходит. Ну, собственно, для сравнения, вот они рядом. Единственное, это патрон с губками. Ну, сейчас я возьму ключ. Вот, собственно, для сравнения, рядом я их поставил. Это 2,5-дюймовый китайский патрон. Он, конечно, послужил верой и правдой, и это очень неплохой патрончик для особенно каких-то небольших работ, то есть, можно даже сказать, миниатюрных, потому что сменные губки в комплекте различные у него имелись, вплоть до самых маленьких. Ну, собственно, вот его чемодан. Я когда-то все это дело вам показывал, я фактически за все это время пользовался только вот этим комплектом губок, самыми большими. Ну, и вот что-то средненькое. Соответственно, в комплекте еще вот такие два комплекта губок есть. Пинтовая вставка. Ну, про это дело я рассказывал, по-моему, еще перед Новым годом. Для большей наглядности и сравнения я открутил от этого маленького патрончика губки. Ну, вот теперь, собственно, можно уже понять разницу в размерах. Конечно, очень добротно все сделано, это сразу бросается в глаза. Ну, естественно, X-Minster сделан уже под большую резьбу, под взрослую. То есть, это у нас М33 на 3,5. Благо, что в комплекте со станком у меня шел адаптер вот такой вот стандартный, потому что станок у меня как бы считается хоббийный, среднеразмерный и у него обычный шпендель под резьбу 1х8 TPI. На первый взгляд может показаться, что штука, конечно, не дешевая, но для тех, кто как-то серьезно смотрит на токарку. Я думаю, что это совершенно адекватно, потому что, в принципе, и 1-2 комплектов кулачков вполне может хватать для работы. Я вот практически на одних кулачках на маленьком патроне большинство задач делал. Так вот это все регулируется. Здесь для переходника есть шестигранные такие зажимные гайки, чтобы патрон никак не свалился с переходника. Но обязательно этот патрон именно хочется потестить без люнета, то есть именно вот при вот таких вот различных угловых нагрузках. Вот это вот планшайба, я ее показывал в каком-то недавнем токарном видео. Такая тоже очень серьезная планшайба. Килограмма, наверное, на полтора для взрослых станков. Но здесь, соответственно, она состоит из двух частей. Можно прикручивать как резьбу 1х8, так и М33. В моем случае это резьба под мой токарный станок. Вот так выглядят комплекты губок сменных. Я какой-то из них уже открывал, чисто посмотреть. Ну, я взял себе три самые такие распространенные набора, в том числе такие уже солидные. Обратите внимание, какой у него конус. То есть как под зажатие в разжим, так и в зажим. Здесь, конечно, очень все по-серьезному. Обязательно в комплекте с каждыми кулачками идет шестигранный ключ и шурупы. То есть патрон с самыми большими губками выглядит очень внушающе. Весит эта вся история. Килограмма, наверное, три. Но мощности моего токарника должно хватить. Очень здорово. Вот здесь, конечно, достаточный. Так, вот еще у нас комплекты губок поменьше, но очень добротное массивный профиль, конечно. Вот, а вот этот комплект тоже очень интересный. Здесь конуса нету, но есть вот такие вот риски, благодаря которым можно зацепить детальку. Вот это, пожалуй, самые расхожие губки, которые для большинства задач могут подходить. Вот еще очень интересные губки. Я о таких мечтал очень давно, хотя в свое время хотел их сделать сам из фанеры, но все-таки для какого-то производства, даже для небольшого фанеры, это совершенно не то. Тем более при таких больших нагрузках, как на токарном станке. Вот такой вот набор губок. Это 250 диаметра. Замечательная вещь. Вот такая вот классная штука. В комплекте идут уже профессиональные готовые вот такие бочонки конусные. Это, собственно, тема для обработки тарелок, например, тех же самых финичных. Просто часто бывает так, что вот эту внутреннюю выборку, которую мы делаем на донышке тарелки под крепление патрона, ее порой разбивает и нужно уже финично ее обточить. Соответственно, тарелку нам нужно закрепить обратной стороной и совершенно спокойно, без всяких-то повреждений тарелки, мы можем ее обработать. Ну, собственно, я, естественно, это в процессе все покажу в работе, как все это выглядит, насколько это все удобно. Конечно, вся эта история немножко у нас ворует межцентровое расстояние у станка, но мне, в общем-то, этого все равно хватает. Тем более, есть у меня в планах купить к нему дополнение вот к этому станочку, как раз, которая делает из него уже метровый полноценный станок. Оно, по-моему, всего там 8000 литров стоит. Да, инерция, конечно, классная. Мощная штука, ничего не скажешь. Но самое главное достоинство, что это, действительно, аппарат уже на всю жизнь, на нем можно работать и ни о чем уже не думать. Так, друзья, но это еще не все. Собственно, есть у меня еще такая посылка от Александра Брюкнера. Здесь еще кое-что из токарочки, плюс есть очень эксклюзивная такая штука. Сейчас, собственно, вам покажу. Я еще сам не видел, я просто знаю, что там, хотя, может быть, какой-то еще сюрприз есть. Так, наверное, не буду я уничтожать эту пупырку. Штука нужная. Ух ты, ух ты. Сейчас поближе покажу. Вот, ребята, вот это, вот это да. Я даже не знал, что он таких размеров, вот честно. У меня, как всегда, детская какая-то восторженная реакция, но, наверное, это неплохо. Еще, действительно, есть чему удивляться по жизни. Это самодельный расточной резец знаменитый Александра Брюкнера. На видео, я думаю, многие видели у него такие резцы. Они, конечно, все друг на друга не похожи, потому что самодельные, но я не ожидал, что это такая здоровая, добротная штука, тяжеленная. Именно вот за счет вот этой приваренной ручки им, конечно, намного удобнее работать. Плюс здесь у нас именно из твердосплава стоит накрученная головка. Ну, сейчас, собственно, вам поближе покажу. Вот такой вот резец, очень тяжелый, большой, добротный. Мне кажется, что то, что я видел раньше в видео, как-то намного попроще. Либо, действительно, картинка так не передает. Это уже какая-то версия абсолютно капитальная. Отдает Советским Союзом, так сказать. Внушает. Как я говорил, на конце у нас идет вот такой твердосплав прикручиваемый. Конечно, здорово. То, что все это всегда можно менять. Вот как раз к этой коробочке Александр мне еще дал про запас. Он, видимо, из вот этого пильного диска его как раз вырезал. Также от Александра приехала замечательная вещь. Вот эта вот металлическая вата. Ну, Сан Геннадьевич уже много раз про это дело рассказывал. Это, конечно, замечательная штука. Особенно на Ясине дает просто обалденный эффект. Немножко такого браширования, что ли. Но я сам попробую, обязательно покажу. Но это очень стоящая вещь. То есть она у нас, помимо классного эффекта, еще в два раза примерно экономит время на шлифование. Вот за этими штуками я охотился очень давно. Это удлинитель центра задней бабки. Очень нужная штука, замечательная. Потому что, ну, во время работы, во время расточки каких-то узких деталей, когда у нас вся задняя бабка стоит очень близко к заготовке, у нас просто очень мало места, чтобы резцом подлезть куда-то глубоко. Ну, опять же, я не буду сейчас на этом заостряться. Просто, в принципе, кому интересно, вот такие вещи есть. Это причем надо искать в металлической серии. Это почему-то не в деревообработке, а в металлообработке находится. Ну, собственно, вот такой вот задний центр. Это тоже очень удобная штука. Благодаря большой конусности, опять же, резцом можно более свободно подлезать. Ну, мой стандартный центр, как любой стандартный на токарном станке, он в этом плане не очень удобный. Трехкулачковый патрон. Это тоже очень незаменимая вещь. Мне ее порой не хватало. Конечно, многие штуки порой хочется рассверлить сверлом Форстнера, чтобы не тратить как бы ни времени, лишний раз не заправлять резец. Поэтому сверлышко, точнее, сверлиный патрон тоже для задней бабки очень необходимая штука. Ну, это, собственно, держатель центров. И центров у нас здесь в комплекте очень и очень много. Не буду их даже сейчас все вам показывать. Ну, абсолютно все, наверное, здесь есть, которые только могут понадобиться. Тоже замечательный очень набор. Я, конечно, не могу сказать, что профессионально занимаюсь токаркой, но взгляды такие я на это дело имею. Поэтому сейчас, наконец-то, я обзавелся всем, чего мне не хватало. Ну, опять же, кто следит, знают, что начинал я с самого-самого, так сказать, детского набора. Юрин станок Encore 70 Corvette. Очень мне это все дело помогло. Ему очередной раз спасибо, что натолкнул меня на все это дело. Я не ожидал, что так меня это все дело зацепит. Ну и потихонечку я сразу, конечно, не бросаясь на амбразуру, потихонечку я вот все себе заимел. И Александру Брюкнеру, конечно, огромное спасибо за вот такой резец. Это действительно обалденная вещь. Сейчас я вам для сравнения вообще покажу, сравнив его с киршином, с стандартным, насколько вот эта штука намного более добрая и большая. Вот киршин. Практически весь киршин почти длиной вот только с эту ручку. Причем это расточной резец толстый. Они по весу в несколько раз отличаются. Вот этот весит килограмма, наверное, три. Если это все дело сравнивать с Encore, когда-то я киршин сравнивал с Encore, Encore показался вообще пилочкой для ногтей, то вот это вообще девайс, конечно, мощный. Надо будет еще раз пересмотреть видео, посмотреть, как Александр работает. Вообще он обещал видео на канал Труды Мастеров записать. Там как раз не хватает уже в сериале про методы работы резцами, именно методов работы с вот этим расточным резцом. Так что это, конечно, серьезная вещь. У меня просто слов нет. Большое спасибо Александру за такие вещи. Ну и последнее, так сказать, из рубрики, что купил, либо что ко мне приехало. Вот такое полотно, биметалл. Это баховский знаменитый биметалл. Вот он не так давно появился у нас в России, конкретно в CMT-шопе. Можно приобрести. И самое что интересное, очень такая недорогая штука, написано, сделана в Беларуси. Я как раз у Андрея Ермолкевича в первый раз про это слышал. Ну и сейчас потихонечку как-то кое-где биметалл проскакивает среди наших ребят. Не такая дорогая история, казалось бы. Она служит примерно, ну, наверное, на порядок дольше, чем обычные полотна. А стоит, ну, наверное, раза в полтора от силы дороже, поэтому самое главное качество совершенно другое. Обязательно мы это дело протестируем. Я не так давно на ленточной пиле гонял по пластике как раз двадцаткой сосну и где-то оставил какие-то фрагменты в записи, как все это дело выглядит. Александру Геннадьевичу большое спасибо, что немножко подсуетился за меня в плане покупок и засунул все это дело в одну, так сказать, посылку для меня. Мне в Москву ехать не пришлось. Ну, теперь давайте перейдем к кое-каким тестам. Конечно, все это дело протестировать сейчас не смогу, но постепенно обязательно всем этим делом поделюсь. Нашел более-менее отфугованную доску в районе 15 сантиметров высотой. Сейчас мы сделаем по пласте спил и я найду старые материалы, вот недавние. Сравним разницу. Ну и по скорости самое главное, думаю, что будет понятно. Ну, собственно, кардинальный вывод, он один. Скорость в два раза быстрее. Я так понял, что раза в два быстрее. Это не так давно было, когда я работал вот при таких же задачах. И обратите внимание, довольно-таки ровно. Очень ровно. Раньше у меня здесь были гораздо большие ступеньки. По рисунку они есть, но в целом пласть очень ровная. То есть после этого на рейсмусе буквально один раз с микропроходом пройтись и все. Скорость это, конечно, реально очень ощутимо. Практически такие прифугованные заготовки получились. Я не ожидал. Я думал, что я, как не профессионал, не замечу такую прям кардинальную разницу. Но она действительно есть. И полотно намного лучше в плане того, что намного стабильнее себя ведет. Вот до этого я ставил двадцатку. Она как-то, ну, может быть, неудачная попалась. Ну, стандартная то, что в джете продается. Она как-то немножко восьмерила даже. Хотя вместо спайки все хорошо, как бы с этим вопросов никаких нет. Здесь все абсолютно идеально. И толщина, по-моему, 0,6 здесь. А там то ли 0,9, то ли миллиметр. То есть это полотно намного тоньше. Так что, ребята, даже я как бы заметил разницу. Штука действительно стоящая и по цене абсолютно адекватно. Поэтому я лично рекомендую. С патроном, наверное, я сейчас... У меня есть, конечно, заготовочка. Вот такая тарелка. Я в следующий раз ее проточу. И мы испытаем, насколько патрон хорошо ее держит. Попробуем конкретно такой хороший съем. Это у нас в основе лежит. Он довольно-таки твердый материал, считается. Ну, и посмотрим, насколько этот патрон будет ослабляться, либо не будет ослабляться. В этом видео, я думаю, это уже будет перебор. Оно и так довольно-таки длинное получилось. Так что по токарке я теперь конкретно заряжен. Да, есть люди, которым токарка неинтересна. Но, ребят, не смотрите. Как говорится, видите токарку в превьюшке к видео. Пропустите это видео. Ведь надо понимать, что ни одна тысяча человек ждет токарку. Я же не могу ради нескольких вообще ее не выпускать. Тем более, вот такими штуками поделиться дело святое. На этом все, ребята. Спасибо за внимание и всем удачи!